Хорошего утра и отличного настроения мы желаем всем тем, кто только что проснулся и присоединился к эфиру нашей программы в студии Карина Хазова и Дмитрий Солдатов. И прямо сейчас мы хотим с вами поговорить о городских новостях. Накануне стало известно, что на трех территориях Челябинска запретят строительство высотных зданий. Речь идет о части поселка Новосенеглазово, территории на берегу озера Смолина и станции Шагол. В связи с чем было принято такое решение и собираются ли запрещать строительство многоэтажек в других районах Челябинска? Об этом прямо сейчас мы поговорим с Александром Егоровым, заместителем главы Челябинска по городской среде. Александр Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Карина и Дмитрий. Расскажите, с чем связан запрет на строительство многоэтажек вот на этих территориях? Ну я так скажу, экономически вообще целесообразнее делать город компактнее. Чем компактнее город, тем меньше затрат на одного жителя происходит на дополнительную транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Поэтому вы видите, что происходило до этого. Предыдущая команда администрации застраивала окраины города налево и направо. И, к сожалению, сейчас приходится исправлять в авральном режиме все эти ошибки. Мы строим десятки садов, школ, садиков, тянем дороги в те микрорайоны, где люди остались без вот этой инфраструктуры. А какие ошибки допустили при строительстве домов? Отсутствие инфраструктуры рядом? Именно так, именно так. Понимаете, когда застраивается окраина, то есть чистое поле, когда многоэтажка появляется в чистом поле, тянуть туда инфраструктуру очень дорого. Поэтому застройщики просто построили дома и не построили ни дороги, ни школы, ни садики. И сейчас приходится все это безобразие разруливать и разгребать. А уже известно, с какого числа запрет вступает в силу? Вообще процесс изменения ПЗЗ, правил землепользования и застройки, он очень долгий. Мы провели общественное обсуждение, сейчас в заводченном режиме проходит из-за коронавируса. Провели комиссию по городостроительству. Поэтому со следующего года, я думаю, все документы будут уже финально подготовлены. А вот те дома, которые сейчас находятся в процессе стройки, вот, да. То есть, если что-то строится, как с этим будет дальше? Значит, это выбранные территории, где сейчас находятся поля. Никаких домов там не строится. То есть, текущие дома, как запланирована постройка, так они продолжатся. Скажите, это вообще частая история в городе Челябинске? Случалось ли до сегодняшнего дня такое? Вообще нет. Это наша новая команда сейчас приняла новую концепцию. Как вы знаете, мы отправили генплан на доработку города. Генплан города на доработку в том числе по причине того, что очень много территорий было на окраинах застраивалось, предлагалось застроить. Мы видим, что в центре города очень много пустырей, неиспользуемых земель, неиспользуемых территорий. Поэтому мы хотим именно активизировать застройку центра города, начать реновацию каких-то там аварийных домов и промышленных предприятий. А планируется ли этот запрет вести на другие территории, на другие районы города? Мы сейчас внимательно осматриваем все районы, все территории, в первую очередь окраины, там, где были приняты ДПТшки, документы территориального планирования. Везде отсматриваем эти документы, там, где они устарели. Они принимались, например, 10 лет назад. Если планы поменялись, то, конечно, мы будем эти планы пересматривать. Мы надеемся, что жителей близлежащих районов эта история не коснется, по крайней мере, в каком-то негативном ключе. Спасибо вам большое, что вы вышли сегодня с нами на связь. Я напомню, мы беседовали с Александром Егоровым, заместителем главы Челябинска по городской среде. То есть планируется у нас в городе поджать все, да, и чтобы было компактно, очень удобно и функционально? Слушай, ну я думаю, вообще все правильно. Действительно, построен дом в чистом поле, заселили туда людей, а инфраструктуры никакой. Нет ни дорог, ни магазинов, ни детских садиков, ни школ. Что делать людям? И это огромное количество денег потратит каждый житель этого дома только ради, допустим, похода в магазин, да и просто по остальным своим людям. Ну, надеемся, что в скором времени все эти проблемы решат, и всем будет комфортно. Мы двигаемся дальше, и далее у нас рубрика «Добавь обороты». Сегодня мы узнаем о таком выражении более подробно, как открыть Америку. Америку «Добавь обороты»